Здравствуйте! Во время работы над программой самопознания мы убедились, что это прежде всего уроки творчества. А что такое творчество? Это работа души и сердца. И всё, что делает человек, он должен делать творчески, даже в таких сферах, как наука, производство и быт. А этому тоже надо учиться. Уроки самопознания как раз раскрывают в детях этот потенциал. Давайте посмотрим, как это происходит. Где ходятся волшебники, где ходятся волшебники, где ходятся волшебники в фантазиях твоих. Когда в человеке развито творческое начало, он способен увидеть в обычном что-то содержательное, что будет воображение, даёт толчок на создание замечательных проектов. На уроках самопознания среди множества интересных тем – одно из любимых детьми тема творчества. Здесь они настолько раскованы, что мы видим, как детишки проживают эти 45 минут. ПЕСНЯ Я полечу туда, я полечу туда, а ты! Тема нашего урока – радость творчества. Счастье подходит. Мастерство подходит. Безделье не подходит. Выдумка подходит. Сочинения подходят. Погружить не подходит. Шаблонность не подходит. Радость подходит. Однообразие не подходит. Очень хорошо. Искусство подходит. Создавать подходит. Грусть не подходит. Фантазия подходит. Лень не подходит. Творчество – это... Выдумка. Творчество. Творчество. Радость. Счастье. Мастерство. Сочинение. Создавать. Фантазия. Молодцы. Можем сочинять многое. Мы можем хорошо лепить и рисовать. Калаш, который называется «Радость творчества». Творчество и называется «Выражение собственных мыслей и чувств через различные виды деятельности». А хотите попробовать? Да. У вас получится? Проведем игру, которая называется «Закончи сразу». Солнце сегодня ярко светит и напоминает мне лето. Лето. Пожалуйста, Сабиночка. Солнце сегодня ярко светит и напоминает мне блин. Что? Блин. Блин напоминает, пожалуйста, Айша. Солнце сегодня ярко светит и напоминает мне маму. Мама, ну хорошо, молодцы. Давай дальше посмотрим. Аромат цветка напоминает мне... Аромат цветка напоминает мне духи. Аромат цветка напоминает мне мою сестренку. Мою сестренку, очень хорошо. А как при дождя достигли словно... Словно салют. Словно салют. Словно маленькие человечки. Войди в картинку. Две картинки вам даны. Вам надо войти в образ. Я птичка. Летать это прекрасно. Я березка. Я рада, что я могу дарить детей. Аленочка. Я ромашка. Я горжусь собой. Ведь я такая красивая. Я облачка. Мне очень хорошо, потому что я мягкая. Ну настоящие фантазеры. Спасибо, ребята. Молодцы. Я вижу, что у вас фантазии работают хорошо. Скажите, а вы слышали такой рассказ фантазеры? Да. А кто автор этого рассказа? Дидарчик. Николай Носов. Давайте познакомим. Мишутка и Стасик сидели на скамеечке и разговаривали. И разговаривали они не как простые ребята. Рассказывали друг другу разные небылицы. Сколько тебе лет? 95. А тебе? А мне 100. Ну что, знаешь, раньше я был большой и большой, как дядя Боря, а потом сделался маленький. А я сначала был маленький, потом опять стал большой, потом опять стал маленький и теперь выросло большой и большой. А я тогда был большой, но всю реку переплыть. За что там лету, а я Нолеву переплыть. А я Киан переплыла. А я раньше летать умел. А ну, полети. Не могу сейчас научиться. Тут пришел соседский мальчик. Он сел рядом с ними и стал слушать. Слушал, слушал и сказал. Вот круто. И вам не стыдно? А что стыдно? Мы не греем, мы сказки рассказываем. Сказки нашли занятия. А ты думаешь, я хвалу думать? Чего проще? Ну, вы думали, что нет. Сейчас. Вот. Однажды я разнил собаку, она меня цап за ногу и укусила. Вот даже шрам остался. А говорю, выдумать, мать, что же тут выдумать? А я, мать, всегда не такой, как вы. Вы все влюте, да без толстого. А я вчера соврал, и мне от этого польза. Какая еще польза? Вчера. Вчера мама и папа ушли, а мы сыра остались дома. Ира легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом думаю, как мне за это? Не попало. Я взял варенье, намазал на губы. Ирия. Потом мама и папа пришли и спрашивают, кто все варенье съел. Я говорю, Ира. А потом ей сегодня утром досталось, а мне бы еще варенье дала. Вот и польза. Значит, из-за тебя. То вам он остался, а ты и варенье? А тебе что? А мне ничего. А вот ты, как его там называется? Ну, брехун, вот ты кто. Сами вы брехуны. Иди отсюда, не желаем мы с тобой на лавочке сидеть. Я и сам достану с вами сидеть. Какой урок я на специфике за себя? Надо фантазировать так, чтобы не причинить боль другому. Нужно фантазировать так, чтобы не было другому обидно. Чтобы ваши фантазии и воображения приносили только... Радость. Конечно. Скажите, ребята, а как вы понимаете, все в твоих руках? Если ты решишь учить уроки, готовиться, быть хорошим, тогда тебе все будет хорошо даваться, ты будешь отличником. Если ты захочешь, у тебя все получше. Если не захочешь, ничего. Цель творчества – раскрыть свои способности. То есть неталантливых людей не бывает. Просто надо уметь раскрывать свои... Способность. У вас на столах лежат незаконченные картинки. Ваша задача – закончить рисунок. И мы посмотрим, что же вы увидели в своих работах. Сейчас мы наблюдаем, что ученики увидели в этих фигурках. Они представят самое неожиданное решение. Поистине детские фантазии безграничны. Такие задания развивают в них творческое начало. Без сомнения, завтра дети вырастут инициативными, ответственными и созидательными людьми. Магнитофон и горы. Прекрасно. У меня очки и лес. У меня очки и лес. Она увидела очки и лес. Очень хорошо. Лавка, молоко в школе. Ой, как интересно. У меня красавушки и елки. И елки. Хорошо. Аленочка? У меня конфеты и музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Смайлики и горы. У меня машинка и очки. Вот это таланты. Алиночка? У меня очки и домики. И домики. Дальше. У меня неваляшки, верюшки и девочки. Ага. У меня цветочки и конфеты. Очень интересно. У меня шар для боулинга и египетские пирамиды. Хорошо. Молодцы, ребята. У вас были у всех совершенно одинаковые картинки. И вы сотворили свое чудо. В нашей школе уроки с непознанием ведутся уже второй год. И дети очень любят этот предмет. Я сама его полюбила. И дети раскрываются стали. Творчество их проявляется. Таланты проявляются. Дети стали добрее. И хочу сказать большое спасибо, что такой предмет ввели в программу. Такие искренние эмоции, атмосфера открытого общения, доверительное отношение с учителем сеют в детях уверенность в завтрашнем дне. Учат дружить, любить себя, радоваться солнцу. Если радость творчества в нас есть, значит есть радость в жизни. Если мы любим жизнь, то все и всегда у нас будет получаться. Любите и творите себя. Творите свою судьбу и жизнь. До свидания.